здравствуйте друзья в одном из фильмов я вязал вот такую личиночку стрекозы и мои друзья и товарищи попросили меня изготовить немножечко и показать как вариант более упрощенный но чтобы было легче вязать не от колечка к загибу а наоборот если есть возможность поэтому я решил сделать второй вариант фильма с которым вас хочу ознакомить в тиски я установил иглу и подготовил в ступке мех с хвоста лисы теперь мы с вами будем вязать хвостик для этого для этого мы берем с вами вот так одеваем на иглу смотрим чтобы было достаточное количество для нашего разделения берем нашу нить держим рукой и здесь же начинаем прихватывать прихватили для того чтобы у меня мех не прокручивался я беру вот так зажимом прихватываю сразу его и мех и иглу и мне будет значительно удобнее дальше работать подшерсток мы не выбрасываем потому что подшерсток нам пригодится теперь мы берем с вами и раздваиваем наш мех вот так чтобы были две равные кисточки и проматываем восьмеркой место крепления нашего меха вот так сделали как вы видите теперь для того чтобы дальше мне было удобно работать я беру наш мех который подшерсток остался мы скроем место крепления хвостика нашей личинки промажем клеем нанесем на нить немножко даббинга и промотаем а все и и и В качестве даббинга мы используем этот же шпатшерсток, который мы вытащили из нашего меха. Сильно не усердствуем, так как у нас все тело должно быть ровненькое. И вот так проматываем место, где мы с вами крепились. Мы крепили нить и разводили наши лапочки. Вот мы сделали вот здесь первый вот такой шарик. И теперь дальше мы с вами проматываем весь мех вот так ниткой. И возвращаемся к точке крепления нашего первого шарика. Теперь мы с вами точно так же берем, добавляем опять меха на их нить и промотаем всю сформированием еще одного такого утолщения. Нить мы сделаем потоньше только лишь для того, чтобы скрыть следы нашей обмотки. Здесь я никаких блестящих элементов не добавляю, потому что она сама по себе привлекательная уже. И вот так начинаем проматывать, маскируя следы нашей нити. Доходим до примерно миллиметров 5 промоталли и формируем еще один шарик. Своего рода утолщение на хвостике нашей личинки. Своего рода утолщения на хвостике. И дальше, чтобы не было видно нашу нить, проматываем с хорошим нажимом до зажима. Приблизительно вот как мы сейчас с вами сделали, будет вполне достаточно. Промажем нашу нить клеем и сделаем здесь завершающий узел. Добавляем шарик. вот мы сняли и у нас получились вот такие вот такой хвостик для нашей стрекозы теперь подготовим крючок вот я подготовил крючок грузил немножко в районе груди свинцом и закрепил глазки как изготовить глазки вы знаете берем наш хвостик примеряем примерно чтобы был вот так вот такой длины я сделал небольшую площадочку для крепления моего хвостика и теперь подбираем длину какая нам необходима согласно нашего крючка подмажем немножечко клея и на этом месте хорошо крепим хвостик и и и и и и вот так и крепим и проматываем по всей длине захватывая наше тело я закрепил перышко чтобы изготовить жаберки пленку которой будем делать чехольчик и леску для сегментации теперь мы с вами из дабинга изготовим тело и закрепим лапки чтобы можно было накрыть потом чехольчиком приступим вот мы с вами закрепили перышко для жаберок сформировали грудь голову я слегка подкрасил пленку и теперь нам остается только лишь накрыть вот такие и чехликом сформировать еще зачатки крыльев за головой и промотать леской я это сделаю встретимся с вами вот я подготовил лапки привязал все сделал чехольчик теперь нам остается только лишь накрыть вот так голову нашей пленочкой и оставить место для зачатков крыльев делаем вот такую операцию завершающие вот получается вот такие зачаточки крыльев которые мы подрежем подрежем осталось подрезать крылья и подогнуть лапки вот мы с вами подогнули лапки сделали сверху чехольчик и наша вот такая личиночка стрекозы готова к рыбалке жирноватенькая немножко но после пару поклевок хороших результативных она у нас приобретет чуть лучше вид всего хорошего благодарю за внимание до скорых встреч встреч